Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Журавлёв Пётр Никандрович, фронтовик Великой Отечественной войны, 41-45 годы. Пётр Никандрович, вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. Как люди воспринимали нормализацию страны с 39 по 41 год? Я житель Владивостока, Приморский край. И вот где-то в 11 часов местного времени по радио выступал Молотов, председатель. Нет, извините, министр иностранных дел Советского Союза. И он нам, это было 23 июня 1941 года, он объявил нам, что мы находимся в состоянии войны с немецкой, с немецкой, с Германией. Которая в ночь на 22 июня 1900-х Германирович напала на нашу страну. Нарушил договор, который между нашими странами имелся. Пётр Никандрович, а вы речь Сталина слышали 3 июля? Обязательно слушал. И какое ваше впечатление было? Речь Сталина услышать было, это редкость. И мы привыкли к тому, что он говорил, всегда сбывалось. И мы понимали, что наступает тяжелое время. Ну, мы Сталину верили, что победа будет за нами. Пётр Никандрович, расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Ну, призывали, вам вопрос неправильно поставлен. В действующую армию не призывали. Призывали в Красную армию. Ну, пусть будет Красная армия. А в Красную армию. Там, куда направят. Вот, меня призвали 13 августа 1942 года. И направили служить рядовым, конечно, поскольку это приезли в Советскую гавань. Знаете, где она находится? Нет. Нет? В Дальнем Востоке. А вы хоть знаете, в каком городе находитесь сейчас? Нет, не знаю. Это шутка, конечно. Вы не... И вот, в Советскую гавань, на Владивосток, у нас погрузили пароход и направились мы по северному побережью в сторону Советской гавани. По прибытии туда, это уже было 6 ноября 42-го года, мы в летней форме одежды, в легких телогрейке, в пилотке, шли. И была морозная погода, солнце, под ногами снег скрипел. И вот мы пришли, вернее, нас привели в казарму, откуда перед этим все воины были направлены на запад, то есть на фронт. Казарма была очень большой, окна были без стекол, которые были одеялы, все пошли на защиту этих окон, на закрытие этих окон. А у нас посредине казармы была, значит, печка большая, ну, печка с металлической бочки. Буржуйка. И туда буржуйка это изготовляет, а это просто прорубили дно, и туда клали эти самые дрова, и они горели. Теперь нары были пустыми, без постели. И мало того пустыми, еще и доски были убраны, а были сучьими от деревьев, застелены. И мы немножко побыли, к вечеру приказали нам снять телогрейки, или фуфайки их называли, вот, и повели в столовую на ужин. Пришли мы в столовую, там стекла на окна замерзшие, покрыты льдом, холодно. И нам поставили на стол кастрюльку с первым, и разлили, и покушали, и оттуда вот пришли. И так вот переночевали. Но у меня ничего не осталось плохого. Ну, грустно, что я понимал, в каком положении находится страна. К этому времени у меня же старший брат, лейтенант, погиб в Ростове. Вот, был командир пехотного взвода. Ну, и нас готовили, это был, там, десантный батальон. Нам выдали лыжи, вот, в казарме, конечно, застелили досками, эти самые, нары. Дали, матрасы положили, одеяло дали. В общем, очередная жизнь пошла. Вот. Но, мы там были недолго. Там офицеры, запасники были, ну, вот. И потом нас, нам сказали, завтра отправляемся в поход. И мы пошли, утро, я, конечно, большую часть ночи не спал. Думал о том, как я, выдержу ли я фронтовую жизнь. Потому что она была тяжелая, а мне 18 лет. И вот мы шли, шли весь день. Потом остановились, разбили палатку на снегу. Палатку, фои эти, лапы их называют, застелили. Вот, с нами лошадь запряженная в сани, там продукты были. И, не знаю, я сейчас не помню, как, что, какой ужин, ну, покормили. Ужин, и мы поспали. Потом утром опять пошли. И вот мы поднялись, и там просека. Поднялись, значит, там тайга и просека. И вот если, а у нас на ногах валенки. И если с этой вот тропки, с этой, которая проложена первыми, осадёшься, встанешь, что, а там ветки, просеки, брёвна забрали, а ветки все остались. Вот, то и валенок там останется. Поэтому многие побросали лыжи. Я не оставил. Я шёл, и потом спуск. Я нашёл большую палку, оседлал её, и спустился вниз. И там речка, лёд. И там уже я оставил лыжи. И привели нас в школу. Школа, пол краски чистый, краски покрашен. Мы там останавливались. Ну, а постели и уже мечтать не приходилось. Вот, хорошо, что на полу и в тепле. И вот повели нас на ужин. В гражданскую столовую. И мы там ужинали. Но мы уже потерялись, кто кого знал. И кто, если имел аппетит хороший, второй раз пошёл поужинать. Вот, потому что контроля не было такого. Ну, и в том числе и я пошёл. Пошёл, что я там кушал, всё. Из-за давности времени я, конечно... Да это и не столь значимо. Потом переночевали мы утром. Утром позавтракали уже по одному разу. За два раза не пойдём. Уже контроль был, всё. И нас погрузили на пароход. На пароход. Пароход был там Чапаев. Грузовой пароход. И вот мы погрузили нас в люк. В трюм. Называется трюм. Очень большое помещение. И борта корабля, они оттуда, значит, нахлаждаются, отсюда восставают. Поэтому по ним вода течёт. Ну, не ручом, конечно, но вода текает. И вот нас привели. Привезли Владивосток. Разгрузили. А у нас были ещё и ботинки весь мешок. И многие, в том числе я, перебулись в ботинки. А валенки на улице побросали. Там, наверное, были удивлены жители, когда утром встали. И мы там были несколько, я не знаю сколько, дня три, наверное, подготовили транспорт и на вагоны, и на фронт. И вот я проезжал станцию Филаретовка, где жили мои родители. И там поезд остановился наш, и одного я узнал, соседа моих родителей. И так мы проследовали Хабаровск. Там город свободный есть, за свободные выколи. И нас начали переодевать в зимнюю одежду. И вот гора полушубков. А мороз, я не знаю сколько градусов, но холодно. Подходишь, возьмёшь полушубок, к себе, чтобы не длинный был. Вот. А, хорош. Шинель бросаешь, полушубок одеваешь. Трайгера валенки. Ботинки бросаешь, валенки. И я выбрал валенки, красивые, белые, форма хорошая. Они оказались только сваленными, изготовленными. И ещё не высохшие. И когда они высохли, и расползлись. И очень стали объёмными. И ехали в вагонах. В вагонах весело было. Пели песни. Грелись у печки полушубки у всех. А полушубок от тепла сразу в кучу собирается. Но некрасиво так. И ходили на кухню, просили этой пачки из-под чая. И немножко чая. И мы, значит, туда пилки в эту пачку, а сверху с чаем немножко. И выходили, ну, проезжали мы и нас встречали. Мы выходили, этот чай предлагали. Брали его. А нам давали молоко. А молоко, это тарелка налита и застывшая. Ну, какой чай мы давали, такое и нам молоко давали. Воду забеливали и морозили. Её проверить никак нельзя. Только в вагоне на печке, когда она тает, там вода забеливная. И вот мы привезли нас в Бершетт, станции Юг, тогдашней Молотовской области. А потом она Пермская стала. Хрущёв навёл порядок. По всему свету хотел навести. И нас привели туда. И что-то десантный батальон забрился. Ну, там всегда изменения наступали. И миномётчики. 82-миллиметровый миномёт. Побезтили нас в землянки. Землянки очень большие, капитальные. И там были нары. На нарах были матрасы. У каждого подушка была, одеяло было. Вот насчёт простырей, что-то не помню. Вот, потому что не придавали значений. А в изголовьях крыши бегали. И если ты в брюки, в карманы положил хлеб, кусочек, и там крошки остались, то на утро будет дыра. Поэтому старались ничего съедобного. Ну, не кусали нас. И вот, пошли мы назад. Как-то там один был, а столовая рядом была, недалеко. И один пошёл из нас. И где-то, значит, хлеб разгружали. И он буханку хлеба хватил из рук прям. И бежал. И подбежал к землянке. И бросил на нары. Её тут же расщепнули. А за ним бежал бывший фронтовик, старшина. Весь медалек. Всё. Подошёл. У него хлеба нет. И на нарах уже хлеба нет. И вот, потом, наша рота, и мы стали миномётчиками, стали ездить. Тут уже про Талина начали. А у нас там моряки были. Их подготовили и отправили на фронт. И вот они во время учений гранаты бросали. Но некоторые гранаты не разрывались. А гранаты РГД ручная и гранаты противотанковые. Противотанковая она по размеру большая. Вот. Ну и, конечно, мощность большая. И вот, лошадей, конюшни были. Ну, почему-то лошадей не трогали, а мы дрова на санях на себе возили. И вот шли мы. А у нас командир взвода был. Я не знаю, по-моему, он из наших или старослужащих. Очень приятной внешности. И как из наших или... Побежал, увидел гранату. А он у него, стой! Остановил его, он остановился. Подошёл сам и взял эту гранату. И она в него в руках взорвалась. И оторвала ему кисть. Живот ранило. Ну, мы его, как могли быстро, увезти. И он три дня пожил и умер. Потом наша рота пошла в наряд. Ну, наряд, значит... Наряд, это... Наряд части, батальона. И склады охранять. И, если есть, гаупахту. А гаупахта обязательно. Вот. А гаупахта, знаете, что такое? Гаупахта, это... Ну... Место ареста. Солдаты арестуют и помещают туда. И он свой срок под охраной там находится. Вот. И вот рота этого нас послала на кухню. Ну, меня с товарищем... Ну, с товарищем... Он не близкий мой товарищ, меня товарищи были, другие. Послали на кухню. А на кухне были повара, женщины, гражданские. И нас заставили леща... Счистить. Скоро... Ну... Рыба чем она покрывается? Чешуя. Ну, чешуя. Да, чешуя. И вот... Мы чистим, чистим. Он говорит, давай рыбу украдим. Я говорю, а как мы ее вынесем? Да вот... Таз положим, а сверху вот этими вот... Отходами закроем. Я говорю, ну, делай. Я не стал. Сколько он лазил, как, я не видел. Но у меня всегда какое-то понятие всегда было. И вот... Компьютер работал. Приходит повариха, смотрит, отходов много, полный таз. А очищенной рыбы мало. Она, конечно, сразу догадалась, и руку туда сразу вывернула. И взяла крупный экземпляр. Леся берет. И к нему. А я настроился, думаю, я не позволю, чтобы меня... Леся... Ну, я хоть небольшой. Ну, сейчас мне 86 лет. А тогда мне было 18. У меня селища была такая, что... И вот, я думаю, не... Она почему-то... Давай того шлепать по лицу. Отшлепала. А я ему показываю, чтобы он не говорил за спиной этой женщины. Кулаком. И нас с кухни дрова пилить на мороз. Мы пилим, колем, наносим в кухню. Хлеборезка мимо проходит. Я смотрю, я говорю, давай в хлеборезку залезем. А она говорит, так как? Я говорю, я уже разведал. Дверка приподнимается, не закрыто все. Давай. Я говорю, давай палку только. А буханки хлеба большие были. Ну, хлеб, конечно, некачественный был. Не то, что сейчас. Дай Бог, чтобы вы его не видели. Тот хлеб такого качества. Он заострил палку. Дал мне. Я подошел, дверку приподнял. Зафиксировал ее, чтобы она не мешала. И палка эта. Ну, не рассчитал. Надо было проверить ряды. И верхний ряд. А я какой пришлось. И потянул. А с верхнего ряда буханки попадали на пол. А тут же за стенкой. Завтрак же готовят там повара. В хлеборез кто-то залез. Зашумели. Мы сразу все бросили к дровам своим. А тут один из наших шел. От землянки. С винтовкой. Выскочили. Он тут. Его схватили. Мы подходим. А его Волков фамилия был. А нам говорят, Волков в хлеборезку залез. Видите, проходили. Какой. Ну, не дисциплина никакой был. Вот. Ну. И. И все. И потом. Расскажи, как на охрану. Скоро. Потом погоны. Погоны. Нам должно быть. Один треугольник. Младший сержант. Два треугольника. Сержант. Три треугольника. Старший сержант. Четыре треугольника. Старшина. А кубики уже. Уже. Один кубик. Младший лейтенант. Два. Лейтенант. Три. Старший лейтенант. Шпала. Капитан. Две. Майор. три спалы подполковник, четыре полковник, и дальше были эти самые звезды все, там генеральские, вот там по-другому было название. И вот наступил сорок третий год переходить на погоны, и нам митинг с погоны, и нам, значит, по две лычки нам дали, и выпуск здесь, вот, уже питание лучше, давали белый, дали белый хлеб, масло сливочное, а это положено курсантам, которые на офицера, а нам почему-то дали, сержантам. И вот построили нас и повели, куда, что никто никогда не говорит. И меня вызывают в штаб батальона, а я шел, крайний шел, втрою. Я пришел туда, там офицер сидит, я не знаю, предложил вот садиться или не предложил, говорит, вы знаете, куда вас ведут? Куда вы поедете? А я хоть мальчишка был, думаю, если я скажу на фронт, от него не отстанешь. Он сказал, откуда ты знаешь? Тебе кто сказал? Я говорю, не знаю. Нам, я говорю, не сказали. Так вот, на фронт вы через неделю в бою будете. Ваша кличка Петров, Петр, Петров. Будете в бою, пойдете в бой, будете следить, прислушаться, кто, может, в плен собирается, может, диверсию какую совершить, все. И будете, а по приезду представители СМЕРШ представитесь. А СМЕРШ, это СМЕРШ, это СМЕРШ немецким, СМЕРШ спионам, не немецким, а СМЕРШ спионам, всем спионам. И вот, представитесь, и в бою будете, и будете записку писать, и подпись свою Петров ставить. Идите. Я догнал. Никому не говорить об этом. Я догнал. И пришли не на станцию, а на какой-то перегон. Там стоят вагоны. А вагоны были, вы их, наверное, не видели. Сорокатонные. Двухосные. Эти сейчас сколько? Шести лосей, да? А тут двухосные. Вот. Вагон, конечно, товарный, нечистый. Но там было сено уже, поскольку это было, ну, летом было еще. И вот мы расположились так грустно. На фронт нас никто не провожает. Никто не провожает. Никого гражданских нет. И вот погрузились, и поезд пешим шагом тронулся. А оркестр, для этого стоит, синенький, скромный платочек. Как заиграли. Вот так. Поворачивает душу. Этот заканчивается, следующий. Там, наверное, оркестра три было. И вот мы приехали туда. Потом я попал в танковый корпус, минометчиком и на Курской дугу. И на Курской дуге наш корпус был в резерве главного командования. Потому что там было, я уже говорил, три танковые бригады и четвертая мотострелковая бригада была. У нас были в бригаде самолеты были, ТСА Кукурузики и Катюши были. Все. И вот этот корпус в резерве был. Если где-то слабо, нас бросали туда. Мы устраняли обстановку. Вот. Если сложная была. И в Воронеже. И так там мы были. Оттуда корпус направили на левобережье Днепра. Запорожскую область. Вот. Вот. И там такой там колодцы с горкой соленой водой. И если было редко. И вот в один колодец ходили воды брать. И немцы ходили. И мы ходили. И даже были случаи, когда заставали там немцев. Но не трогали. Вот. Ну и после... После, значит... Турецкий вал. Или перекоп его называют. Знаете где он? Ну это туда. К Крыму туда. И вот. Мы стояли там. Все тихо было. Все. Потом. Я наверное слишком подробно. Да? Нет, нет. Все хорошо. Ничего, да? Да. У вас время есть. Да. У меня это... И вот мы установили минометы. Все. Луна светит. Все хорошо. И потом смотрим. Идет Бурки. Я полковник, командир полка. Приказ получил отступа. Ну он прошел. И тут начался артнолет немецкий. Я в окоп свой оставил сверху винтовку весь мешок. Все изрубило осколками. А рядом смотрим только ноги в ботинках торчат. Прямое попадание. И его убило и засыпало. Ну раз пехота отступила, нам команда тоже отступать. И вот мы идем, а немцы... Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну они что-то может быть говорят, но мы-то не знаем. И нам кажется, как собаки лают. И ракетами у нас стреляют, а ракета находится в пропеллерах. И она дает такой звук, как снаряд. Как будто... А снаряд при полете воет. Воет такой. Мина так воет, снаряд по-другому воет. Болванка по-другому воет. А болванка это целое, это по танкам ехает. Вот. Потому что танк стреляет, а все пригибаются. Суммите, это самая болванка. И вот ушли мы. Ушли. Вышли нам на ровное место. А на этом месте был наш кавалерийский корпус. И немцы разведали, и авиация его разбомбили. И там много лошадей лежало, живые, но не ходячие. И некогда было, ну наверное, и некому, ну не, некому нельзя, некогда было пристрелить их, раненых. И они левели. Ну, которые уже разлагаться начали. Луна скрылась, темно. А я иду, у меня двуногая плита, опорная плита, двуногая лафет. А опорная плита 23 килограмма. А на мне что? На голове каска. Через плечо скатка, шинель. В скатку заложен. Противогаз. Теперь за спиной опорная плита 23 килограмма. На ремне стеклянная фляга. У немцев алюминий были, а у нас стеклянная была. В чехле. С водою. Рядом две гранаты. Патронтаж. Справа шансовая лопата. Ну, лопаты в немцам были, переламливались. Они укорачивались почти вдвое. А у нас, если ты маленький рост, то ручка почти до полу касается. И вот, идем мы, меня в живот, ствол автомата. Стой! Назад! Я говорю, есть! Есть назад! А офицер сидит в этой воронке большой и кричит, стреляй их гадом! То есть нас! И я пошел к своим туда и ушли. И ушли. И когда мы шли, одного... Многих убило, достали, многих ранено. И он пришел, что-то его не лавало. И тут и пуля выскочила. Я ему говорю, возьми на память. И немножко прошло. Вот такой отек получился. И он заорал там. Больно ему. Ну, повозку отправил их. А это катакомбы в песке. Выкопаны вот такие. Там без всякой... Я в стенку попробовал. Она сыпется, песок. И вот утром, приказ нам, мы вернули то, что оставили немцу, территорию. Вот там-то были, конечно, потери. Я остался невредимый. Меня не тронуло. Вот. И потом пошли на Крым. Севаж. Спортировали Севаж. Вот. А Крым... Это ж Крым... Полуостров. Он с материком соединяется. Там Стрелка называется. А так Севаж. А Севаж глубиной по колено. А там дальше Нил. И там с Турецкой войны трупы. И можно определить, что это мужчина. Сохранились. Вот. Потому что там большая концентрация соли в этом, в этой воде. И вот мы переправились. Там переправа была отсыпана. Мы переправились. А три дня летали самолеты. Бомбили в Крыму немцев. Значит, Ил-2 штурмовики. Первый ряд. Второй ряд. Петляковые двухмоторные бомбардировки. А по краям истребители сопровождения. И вот идет волна отбомбиться оттуда. Сроем оттуда, как попало. И вот мы окопались, установили все. И оттуда возвращаются. И один истребитель прямо к нам на окопы. Дымит, хрипит. И сел. И перевел. Споткнулся. Он же колеса выпустил. Мы подскочили, вытащили младший лейтенант. Молоденький, красивый такой. В кирзовых сапогах. Солдатский ремень. Мы говорим, что случилось? Вон фронтовику обидно. Вон. Что случилось? А он говорит, а там религиозный праздник был. Он говорит, туда я сопроводил бомбардировщики. Оттуда мы как, говорит, летели. И вот немцы, говорит, с нашими женщинами гуляют. И мне, говорит, я спустился, говорит, а патроны, говорит, были. Из пулемета. И походил. И вошел в азарт. Развернул. А я смотрю, говорит, горючее есть. Развернулся еще. До второй раз. И тут я, говорит, спинки вышел, говорит, и зенитка меня подбила. Вот мотор. И я, говорит, еле дотянул. Но меня, говорит, накажут. Пока что, позвонили, пришла машина и везли его. И дальше пошли. И дальше пошли. Пошли. Женщина бежит. А у нас гармонь была. У нас туда векеры. Песни поем. Женщина. Немец. Сколько? Один. Один с пистолетом бегает. Вилы возьмите, закалите. А мы не можем. И мы поехали дальше. И джанкой взяли. Джанкой брали штурмом. Вот. Но, когда, это уже, а вот когда начало было, когда мы пошли, заняли село, я думал, первый день войны, я думал, мы остановимся. Оказывается, нам пить хотелось. Нам соли давали понемножку, а не воды. Вот. И мы дальше пошли. И немецкий самолет, мистер Смит. А мистер Смит, это истребитель конструкции Туполева. За что он и сидел. Очень красивый. Желтое брюхо у него. Очень красивый самолет. И вот, немец нас на пахоте, и мы там залегли. И он раза три залетал и с пулемета нас обстреливал. И я лежу, и мне кажется, что уже в спине пуля. Такое ощущение. И он через борт рожу свою выпустил долголицый, некрасивый, белобрысый, в очках. Но я думал, с винтовки. А потом думаю, это миссия для него будет. Я его, может, не собью, а он меня убьет, наверняка. И вот мы дальше пошли. Тридцать четверка наша горит. А я до этого слышал, что танк горит, как спичечная коробка. Думаю, неправда. Точно! Там катки резиновые, а тут горючие, а потом снаряды начинают рваться. Это ужас какой. Дальше мы пошли. Пленка черная большая, расстелена на грунт. И на ней восемь офицеров лежат. Раненые. Под ними где-нибудь лужа неровная, кровью заполнена. И вот в изголовье положено, значит, все, но они не успели их эвакуировать. Мы так оступили, и одному из наших сапоги понравились. хромные сапоги, высотки такие, доколер. Он подошел к ранним, лежит который. Они в форме ничем не одеты, просто так, кого что перевязано, раненые. И он берет за сапог и снимает. Ну, тут же надо ногу вот так делать. Или помешать. Он, значит, так ногу мешает, он никак не снимет. Ну, он все же продолжает. А он второй ногой немец, как сунет этого солдата нашего, тот бросает и автомат раз и сразу на боевую и заходит наследие по груди и потом контрольный грасти и все. И так неприятно смотреть. Мы никто его не похвалили, что он врагов расстрелял. Не сожалели. все молчали. И все, пошли. А там ночью ночью в разведку боя в Скирде остались ночевать. Налетел ихний самолет, кто-то курил и обстрелял нас. И пошло. Потом Алушту взяли, все. Потом набрали водки, шоколаду набрали. И вот выпивать мы вдвоем. Он на меня говорит, давай начинать, я на него. Я глоток выпил, никогда не пил. Горько мне показалось. Я говорю, давай, его глоток тоже. И мы взяли и забросили. эту бутылку. А шоколад. А майор, у нас замкомандир батареона, говорит, ребята, оставьте мне коробочек, коробок. Вот. Не ящик, а бумажные коробки. Вот. Где шоколад был. И мы его оставили два, возили на машине, американские машины у нас туда бейкеры были. И вот Сапун гору штурмовали и его убило. А потом пошли на Харсане слева, справа Севастополь. Севастополь взяли за три дня. А сдавали его, не знаю, сколько дней, месяцев сдавали. как. И немцы видят безвыходное положение. Построились и идут на нас. Командование думало, думали, что они идут психическую атаку. и 34-ки. А 34-ка танк это маневренный и броня хорошая. И начали давить. Вот. А потом уже появился у нас Су-2, Су-3, который видели вы на площади стоять. Тот вы орудие 152 на самоходке, на танке 122, а на самоходке, а танк и самоходка это одно и то же, только того башня вращается в танке, а самоходка нет. Как выйдет, тигры прячутся. в 43-м году воевать уже было интересно. И интересно займешь город. Твое, как Суворов говорил, ваше все. Все. Ну, конечно, тогда имели в виду это женщины, у нас а здесь другое было. Все нас все хозяева. Ну, вот, а после, после Крыма, после Крыма, под Тулу на формировку, оттуда в Литву-Латвию, и там потеряли все танки. Четыре танка остались, и то без башни. И вот литовцы, там танки эти подрывали их на части, они на лошадях и грузили и они на станцию возили на переплавку. Вот. И оттуда в Румынию. И в Румынии закончилась война. И я там шесть лет в Румынии, в Венгрии, в Австрии. И оттуда уехал в училище на офицера на Новочеркас. Получил лейтенанта и пошла служба. и тут уволили за пар в 1956 году. Петр Никандреевич, а вот на фронте были люди разных национальностей. Это был плюс или минус? национальностей. Ну, немцы рупор устанавливали на передовой. И говорят, Русь плед! А казах сидит или узбек как их? А елдаш не нужен! но это не шутка, это было на самом деле. И вот одно время было через реку лед был, и там тянули провод и порыв. И один хорошо на коньках катался, вышел на лед, и все смотрели, и он нагибался, как бы конек поправить, и провод скрепил, сцепил, и связь наладил. И живой остался. Петр Никандреевич, ну, а кого в армии считали самыми выдающимися полководцами? Ну, я как вас назвать, дети или внуки, я вам не могу сказать, поскольку я вращался среди лейтенантов, капитанов. Вот один у нас говорит Рокоссовский, я говорю, ты что у него, заместителем был? Вот. Я не знаю. Ну, вообще, Жуков, это деревенский парень, он, значит, у своего дяди учился выделывать кожи, вот, отправляли на торговлю, как он там приказчика палкой ударил, чуть не убил, но он дерзкий, Жуков, дерзкий, малообразованный, академии не кончал, всякие курсы, вот, и он, значит, ему, а перед началом войны, он был начальник генерального штаба Красной Армии, и потом его, он Мерецкова заменил, а его заменил Шапошников, полковник царской армии, ему маршала присвоил, и вот он что-то сказал, Сталин говорит, что вы чепуху белите, а Жуков говорит, я чепуху, я начальником штаба не буду отправить его на фронт, я могу командовать тем-то, 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 и вот его отправили, и он был представитель Ставки, иногда он и фронтом командовал, и вот, а вообще он командовал там где-то два фронта вместе, у них не ладится что-то, Сталин посылает туда Жукова, а Жуков с обстановкой согласен, и просит у Сталина две армии, одну общевойсковую и одну танковую, а Сталин раз Жуков просит, значит, надо давать, и он с соседнего фронта, а фронтов их было восемь, он с соседнего фронта берет, команду дает, и те едут к Жукову, и Жуков имел победу, не головой, а силою, и Жуков был, он мог обидеть человека, генерала, высокий пост, он мог перчаткой отшлепать по лицу, вот, и многих собственноручно расстреливал, за какую-то провинность, но вы лично этого ничего не видели, да? я его не видел. То есть вы так просто по слухам своих товарищей ориентируетесь? Ну, видите, это все вот это, что я рассказал, то, что я лично прошел, а то, что за Жуков все, он книгу написал, Жуков, я ее прочитал, и другие книги я читал, вот то, а в том время я ничего не знал, я рядовой был, на мне вот что есть, и мне что скажут, я выполнял, вот, я даже не интересовался, какой фронт, кто командующий, меня не касалось, вот. Петр Никандрович, а как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? очень хорошо, потому что я вот за три года и за шесть лет службы за границей пальцы не тронулся ни до кого, не обидел, и меня никто не обидел, вот, и не занимались мародерством, как Жуков занимался, Берлин весь ограбил, 4265 метров бархат одного взял, бархата и шерсти, было у него что-нибудь в голове, а эшелон девочек посылает с победой домой, они сидят, ножки спустили, стоптанные кирзовые сапоги на них, а он мог хромовы сапоги им пошить, там, или туфельки, и, и так же отрезы тканей хорошие, дорогие, весь мешок, а он о себе беспокоился, везде написано, слава Маршалу Зукову, такие плакаты были, ну, Сталину доложили, ну, Сталин терпел его, по-гражданским Берия был, палач, а по-военному палач был, жуком, вот записывает, пусть люди послушают. Петр Николаевич, а как вы можете охарактеризовать отношения на фронте между мужчинами и женщинами? Ну, у меня отношения были, девочка попала, и это самое, она обслуживала командира батальона, но, я не знаю, наверное, я беленький такой, остроносенький, хороший был, и я сразу к ней, она вот такая пышечка, как у тебя, вот эта, спутница, вот, и она, ночью мы дежурили по кухне, она говорит, Петя, пойдем за дровами, там, были там, солдаты, рабочие, которые, а я не был рабочим, я дежурным был, я взял плащ-палатку и пошли, а это в Литве было, а там у них сарай с готовыми дровами, рубленными все, пиленными, рубленными, под оттенкой, я пришел туда и фонариком просветил, где плащ, а взае, я обнимал, целовал, как это, вот, при ней неудобно, я бы рассказал, как солдаты, это самое, это солдаты говорили, надо сперва обнимать, целовать, а потом дальше действовать, вот, пришли, я посвятил подарок, где плащ-палатку расстелить, а хозяин увидел, и пришел, и нам помешал, но я его, конечно, уходи, пока живой, но уже не то, уже помешал, вот, это еще не все, ищ, но с этой мне ничего не получилось, а я еще был, еще был девственник, вот, и мне еще одна женщина попалась, и попалась так, что я с ней пришел, все, она говорит, я полячка, все, а там, а там, ребята, видели, с КГБ, был офицер, и его, ординарец, узнал мою фамилию, и крикнул, Журавлев, срочно, сейчас, и я ее бросил, и убежал, а утром пришел, и исполнил то, что я хотел, Петр Нико Андреевич, а как вы оцениваете нашу боевую технику, ну, война шла на равных, с врагом, или нет? Ну, 43-й год, тут, конечно, перевес на нашей стороне, вот, у них удобное, удобное снаряжение, удобное, я уже за лопату говорил, котелок удобный, вот, удобное снаряжение, ремень, широкий ремень, кожаный, а у нас такой ремень, что, вот этот, бока, синяки, до крови дотирали, я же сказал, выше, что, что на ремне было, вот, и патроны, и гранаты, все, но, а в общем, в общем, я силы не ощущал, и вот, приходилось брать плен, за что я, за отвагу получил, он, гад, стреляет, пока, нет, как-то ему настал, он, руки поднимает, Гитлер капут, ну, русские, очень, мягкие, очень добрые, вот, и они всегда, они могут одного везти в плен, вместо того, чтобы его расходовать, что там они нет, вот, так что, ну, а техника, техника, у нас, уже были, американские, автомобили, студобекер, а студобекер, это, вы в машинах разбираетесь? Немножко, немножко, трехмостовой, впереди лебедка, а вообще, по документам, две с половиной тонны, студобекер, это очень ценное, на ее грузили, сколько держалось, она везет, вот, три моста, два сзади, и впереди, и передок ведущий, и лебедка, а лебедка, трос раскрутил, зацепился, и подтянулся, и сам себя, вот, Ford 6, было, машина, бортовая, под брезентом, Jim C, Jim C, Chevrolet, Dodge 3, четверки, и Willis, на всех, мне приходилось, как любителям, ездить, не шофер, а как любителям, вот, но, винтовка, у них был хороший карабин, очень меткий, был хороший автомат, он, переламывался, на, и вот, я, поймал немца, застрелил его, автомат себе забрал, вычистил его, все, винтовку бросил, украли у меня этот автомат, а мне нужно было, за мной чиститься, я винтовку нашел, она, с загнутым стволом, я пришел, ребята, хохочут, говорит, да ты ж, из-за угла можешь теперь стрелять, ну, старцына говорит, бросай его, на тебе хороший виток, вот, на фронте там, там свобода, там тебя никто не обижает, вот, и ты никого не обидишь, там где-то что-то достали, все, все дружные, все, как говорится, горбушку, и ту пополам, Петр Никандрович, расскажите, пожалуйста, о бытовых трудностях на фронте, когда было труднее воевать, летом или зимой? Ну, конечно, летом жарко, при таком, при таком снаряжении, жарко было, тяжело, вот, ну, а зимой, конечно, зимой лучше было, зимой я сплачь по лапке закрыл, с нервом, сверху, и там, а были подвое, вот, подвое, и вот, я не знаю, всегда вдвоем, я вот удивляюсь, как вот сейчас молодежь, и какой народ вот стал, и как вот мужчина к мужчина, женщина к женщине, какую-то симпатию проявляет, я вот лежу, лежим мы на одном боку, вы понимаете, как мы друг к другу прилеплены, а потом переворачиваемся, и чтобы у меня в голове было что-то насчет секса, исключено, мне даже стыдно было сказать об этом, вот, потому что у нас было только одно, война, вот, мы ночь должны поспать, а утром идти в атаку, в наступление, и вот, утром наступление, немцы идут цепью, а ты с миномета стреляешь, и это мины в цепи их не ложатся, видишь, как они падают, знаете, как на сердце приятно, вот, и тогда команду Берглым, и пошли, отбили атаку. Петр Никандрович, а приходилось ли вам во время войны слышать о Власовцах? Как? Во время войны вы слышали о Власовцах? Не слышал. О Власовцах я могу сейчас сказать, после я узнал. Власов с собой он не симпатичный. Вот. Я портрет его видел. Теперь он имел награды, имел вторичное звание. Первое генерал-майор, а второе генерал-лейтенант. И командовал ударной, второй ударной армией. А армия состоит из дивизий. Вот. И вот, там где-то на Волковском фронте, там командующий Мерецков, и его армия попала в окружение. И вот в окружении командир части принимает, кто там главный, принимает меры. вот территория окруженной, кровать сядет. Связывается с ними и говорит, где вы можете выходить. Скажите, мы вам, немцам, уничтожим в этом месте, чтобы вы вышли. И смотреть, чтобы там, везде, немцам не допускали плотную. Власов этого, как командующий армии, не сделал. А собрался и пошел к немцам. В лесу были. И пришел к немцам и говорит, я такой-такой, генерал. Хорошо. И они, значит, пошли, доложили, принесли ему солдатскую форму немецкую. Я генерал. Давайте мне форму немецкую, генеральскую. Они говорят, одевайся. и он метил, значит, хотел на прием Гитлеру. Но Гитлер его не принял, потому что предателей, они их нигде не не вожали. Вот. Говорит, вот и все. И он организовал армию. Шли в армию люди, большинство, из-за того, что во время боевых действий, чтобы как-то перейти к своим, уйти из плена. Потому что в плене, в плену было очень тяжело. Вот. И там смерть ожидала в плену. Так рассказывали. Я за все бытность меня не царапнуло. Но контузию я получил. Бомба рядом разорвалась, и нас засыпало землей, и стали откапывать. Откопают, он мертвый, откопают, он мертвый. И меня чуть не ставили. А потом все же откопали, а я живой. Вот. и у меня инвалидность второй группы. Правое ухо не слышит, левый глаз не видит. Вот. И в голове шуми, шумы постоянные. Вот. Вот такое дело. А награды, награды меня два ордена отечественной войны, медаль за отвагу, за боевые заслуги, и самая дорогая медаль за победу над Ерманией. Остальные юбилейные. А Жукова медаль вот получил я. Правнук отдал, как игрушку. Он пришел и дедушка, а там в садике он где-то видел, а ему шестой год было. Дедушка видел. Я разложил их. Я говорю, Артемчик, они все твои будут. Нет, ты мне сейчас дай одну. Выбирай. И он Жукова взял. Она новенькая. И он Жукова взял. Но Жукова, я как почитал за его проделки все, я его перестал уважать. и вот он женщину возил. Ездил на правительственных поездах и возил за собой медсестру, сожительствовал с ней. Старшего лейтенанта ей дал и восемь орденов ей дал. А потом время пришло он еще она прерывала беременность с ним два раза. Все это написано. И потом он ее отправил домой, а сам на врачихе седился. Вот. Галина Александровна. И вот на снимке он 69-й год. Галина эта жена молодая сидит коленки голые показывает. И внучка Маша стоит. И мать Галины сзади смотрит. И вот смотреть на этих всех четверых можно подумать, что какая же у него эта теща не по возрасту, она слишком молодая. теща. Он старик уже. А она молодая. Молодая, красивая. Теща. Петр Никандрович, а во время войны вы слышали что-нибудь о наших союзниках? Вот про американцев. Была какая-то помощь, чувствовалась? Ну, то, что помощь, о помощи я знал еще до фронта. потому что я жил в Владивостоке и мы ходили на погрузку вагонов латунью. Броня, туда бронза и латунь добавляется при сплаве. И вот мы были в порту, там огромные ящики с салом. И мы удивлялись, кого они сдирали это сало. Большие размеры. Коробки с сыром, консервы, одежда, что-то там только не было. А меня почему-то ставили всегда командиром. И я, это рота была, я водил ее в порт. И там мы занимались погрузку вагонов вот этими ящиками. А ящик длинный, плоский, и он если на пол ляжет, то все, на несколько человек его не сдвинешь. Поэтому старались всегда что-то подложить, чтобы ломом его потом можно. А так лом не подсунешь. И вот идти домой, ну казарм идти. Построили, одного нет. они не русские, не полорусские было, полорусских. И вот там они ой, курцак болит, в угол сядет, и это самое, один, другой, а русские ребята работают. Я думаю, ну что, дали мне сало, кусочек, я его подогрел, подхожу, беру его за шкирк, он спит, я ему намазываю рот. Ой, чушка, они не любили это самое. На меня, а у меня что-то русские, это самое. Ну, драки не получалось, ну, такие вот были. И вот нету, что делать. А женщина ходит, пломбы весывает на вагоны, на вагоны замки не весывает. А паровоз маневрирует, эшелон. Смотрим, с одного вагона капает, течет. Мы к ней, значит, все, а он пописать захотел, не русские. Открыли, и он перед дверью стоит. И чуть не ушли. И вот подошли на проходное, а все засаленные, потому что и сало, и сыр, все. Вот. И здесь рукаву, на веревочку, полоску, или колбасы, или сало. Подходим. Ну что? Я как командир в стороне иду, а тут проверять вас все. А я никогда с собой не буду. На меня они брали. Проверяйте! Он говорит, ну, раз вы дружно так отвечаете, идите. А там, как назло, как назло ужин. Селедку дают. А селедку, значит, хлеб надо. Надо хлеб экономить. В порту там же колбаса, консервы все. А нам селедку дают. А селедка вкусная. И вот этот хлеб я съешь, а там без хлеба есть. Вот так. Американскую тушенку приходилось вам есть? В неграниченном количестве. И как она? Вкусная? Вкусная. Она разная. Там и сардельки, и тушенка разные. Вот. Потому что у меня красивый почерк. И я в старшины был. То, что я в расчете был, я еще как писарь был. И мне всегда приходилось таких вот быть. Так что тушенка для меня это не новость. Петр Никандрович, а где и как вы встретили День Победы 9 мая 45 года? Ну что делали и что чувствовали? День Победы я в Румынии встретил. И вот мы слышим что-то стрельба, крики. Говорят День Победы. Ну и тут и мы радовались и все. Вот кормили нас Румынии. Закормили. мясо макаронами. Хлеб попекали килограммовый. Каждому давали. Поразъедались вот такие. У нас только о девочках была и мысль. вот. Ну там шелковица, абрикос там только фруктов там много. Румыны к нам относились отлично. Они боялись. потому потому что они в союзе с Гитлером были. Они против нас воевали. Поэтому вот копали трубопровод румыны. я в округ ездил. Уже война окончилась. И вот висит моя шинель сержантская. Я офицером не был за границей. Я в училище был. Никто не зайдет. Там бры будут стоять, а купе на двоих. Там бархат, зеркала. Никто не зайдет. вот такие. Я много румынстей бакбештей научился разговаривать, говорить по-румински. Ну и девочка у меня была. Если тогда разрешили, я бы ее привез бы с собой. Не разрешали. На пять лет моложе. Такая очень хорошая. Вот. красивая. Где-нибудь гуляем. Мне пристают выпить, а я не любитель пить. А нас этот стакан или выльет, или выпьет. Ну все. Большое спасибо, Петр Никандрович. До свидания. Ну пожалуйста.